Я ни в коем случае не призываю никого ненавидеть, кого-то переставать любить, как-то менять свои интересы по отношению к людям, менять как-то свое отношение к этим самым людям, что-то вообще в целом менять какое-то свое мировоззрение. Я просто сейчас высказываю свое мнение насчет ситуации, которая меня беспокоит. Если бы со мной не была согласна 80% команды, то я бы этого стрима и не запустила, и в целом бы с вами не разговаривала, и просто проглотила бы эту тему, и даже не думала про нее больше. В чем суть? Насчет старых НПшек. Очень много из вас, как я вижу, смотрят Эды именно с 2020 года. Я сама одна из тех, кто дико фанател по ребятам, там, мамочка, картошка, отомчик, вот эти все. Я, как и вы, наверное, мечтала с ними познакомиться, мечтала с ними пообщаться. В то время было очень крутым, но я думаю, большинство из вас знает, что такое синдром утенка. Если нет, кратко поясню. Это когда что-то, что было давно, кажется лучше, чем то, что есть сейчас. Что я имею в виду? Очень много людей в комментариях кричит, что вот, верните ОМОНК, верните ЧПУНЬКО. Я сама когда-то была тем человеком, который орал, что вот, раньше было лучше. Да, раньше было хорошо, но очень глупо сравнивать то, что было раньше с тем, что и сейчас, потому что это два совершенно разных уровня. Это совершенно разные люди. И давайте придем к человеческому фактору, почему в целом я подняла эту тему. Мне очень обидно, что мне говорят, что я хуже, чем те люди, которые были на ОМОНГе в 20-м году. Убить его! Стрелять! Расстрелять! Вот это он, по-моему. А как стрелять? Мне очень обидно, что меня сравнивают с какой-нибудь Амочкой или Картошкой, Лерой, и говорят, что я хуже, чем они. Наверное, здесь больше речь пройдет конкретно про ЧПУНЬКО, потому что его пихают туда, где его даже быть не должно, где он даже не упоминается. Приведу пример. Хрейт сейчас активно занимается съемкой фильма, и у него спросили, будут ли кто-то из старых НП на озвучке. Он сказал, да, и большинство комментариев было что-то в духе, а будет ли ЧПУНЬК, а придет ли ЧПУНЬК. В самой рубрике зомбиков ЧПУНЬКО даже в помине не было. Никиту очень сильно ждут, но по факту этот человек никогда не выдавал никакого спектра эмоций. Большинство его фраз это монотонное что-то. Его фраза про очко, то, что он там его сломает, завирусилась на мемы. Да, она смешная, но она смешна для 20-го года. И если бы сейчас была точно такая же команда, какая была несколько лет назад, вы бы просто это не смотрели. Вот, ни при каких условиях. Да, вы можете потом пойти пересмотреть старые ролики по ОМОНГу. Да, вы поймаете ностальгию, такие, о, блин, старый НП, ОЧПУНЬК, да, старые шутки. Но вы не будете смотреть это на постоянной основе. По одной простой причине. Это все было давно, это все уже старое, плюс сейчас совершенно другой уровень записи, совершенно другой уровень контента и вот этого вот всего. ОЧПУНЬК РЖАЧНЫМ БЫЛ. В какой-то степени, наверное, да, но в то время он был смешным. Сейчас эти шутки, они откровенно не смешные, они кринжовые, особенно если их пихают вообще в любую дырку, которую только можно. ОЧПУНЬК ПОЛНОСТИ УВОЗИЛ КОНТЕНТ ЭДА РАНЬШЕ, НАМНОГУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХРЕЙД. Это очень глупо так считать, объясню почему. Да, Никита мог вкинуть что-то смешное в нужный момент, но он по большей части отмалчивался в сериях. Хрейд был единственным, кто разговаривает, без остановки. ЧПУНЬК так не делал, он умел вкинуть что-то в нужный момент, но не более. У него не было каких-то гиперофигенных эмоций, которые заставляли ухахатываться, не было какой-то гиперхаризмы и вот всего того, что есть сейчас в нынешней команде. Да, очень многие сравнивают и говорят, что ЧПУНЬК вообще лучше, чем все ЛП, которые сейчас, но я в корне не согласна. Тот же Костя и Банан, которые за это время выросли у них, появились образы. Банан, дебил, в хорошем смысле смешной, Костя тоже дебил, грузин смешной. А ЧПУНЬК никогда таким не был, у него не было никогда как такового образа. Он просто был такой, ну я тебе очко сломаю. Если бы мы сейчас записывали точно так же, как несколько лет назад, то вы бы просто это не смотрели. Мы бы все разговаривали вот такими монотонными голосами, у нас бы не было никаких эмоций. О нет, там маньяк, бежим, нет, он меня сейчас убьет, а нет, я упал в воду, а нет, голоса, и вот это все. Очень грустно смотреть видосы в тиктоке, где говорят, что раньше было лучше, что ЧПУНЬК такой краш, а ЧПУНЬК хочу от него детей. Сейчас все так ЧПУНЬКа превозносят, что кошмар, все говорят то, какой он краш, то, какой он классный. Он вывозил канал Эда в прошлом. Вы очень сильно ошибаетесь. Посмотрите на того же Икс Данила. Откровенно дурачок. В хорошем смысле, он смешной. Я смеюсь с его шуток, с его юмора. Он красивый, он симпатичный, он харизматичный. Если сравнивать его с тем же ЧПУНЬКом, он в разы лучше. Хрей тоже безумно харизматичный, я чуть не сматерилась сейчас. У него есть образ того самого человека, который всегда оказывается прав. Некоторые потом смешно орет за это и ругается. Клайб Дурачелло постоянно орет. Вспомните тот же стрим в субботу, когда я ухахатывалась с этой картины, которую он не мог отпустить. Да не вешайся, картина застряла в руках у меня! Вы видите, что у меня руки торчат, нет? Да, я вижу. Да, да, видим. А я не могу ничего сделать с ними, понимаете, они просто торчат. Как мы ухахатывались, когда там в пещеру пошли. Что? Он лося скинул и сам лося пытался спрыгнуть. Ты дурак, Клайб? Они показывают свой образ, и этот образ классный, харизматичный, и за этим образом интересно наблюдать. У Чпунька такого никогда не было. Очень неприятно, когда Никиту пытаются впихнуть вообще везде. Там, где его даже быть не должно. Постоянно вижу в комментариях под видосами с Омонгом, вот, вот бы пришел Чпуньк. Хватит идеализировать человека. Он не такой крутой, как вы думаете. Наташа за шо Чпунька? Потому что его очень переоценивают. Вот так, вот за что. Заметила одну тенденцию. Это пихать Чпунька везде, куда только можно, стало каким-то культом, я не знаю. Просто абсолютно везде, куда не посмотрю, везде что-то должно быть про Чпунька. Хотя, опять же, он просто не вписывается. Чпуньк, откровенно, сейчас был бы скучным. Его шутки были бы очень глупыми, неуместными и не смешными. Несмешными. Все, я не умею разговаривать. Если честно, я рада, что ты подняла эту тему, она действительно важна и интересна, чтобы подискутировать. Очень жаль, что некоторым людям сложно отпустить старое, когда-то была такая проблема у меня. Я понимаю. Давайте так. Если бы сейчас мы все зацикывались на том, что вот, Чпунька, жалко, что Чпунька нет. Вот, с Чпуньком было лучше. Ну, 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 как бы, ну. Не было бы того, что сейчас есть на канале вы это. Я даже у себя в комментариях под артами вижу, а нарисуй Чпунька, пожалуйста. Нет. Я рисовала его там раза два, несколько лет назад, и больше, честно говоря, не хочу. Но ведь, возможно, Чпуньк сейчас тоже изменил себя. Скажу вам точно, нет. Потому что я видела этого человека в жизни, и он ничуть не изменился никак по эмоциям и по разговорам, никак внешне. В человеке за столько лет не поменялось бы вообще ничего. Очень редко бывает так, что старые люди из команды действительно меняются. Вот Костя и Банан, и Стасик — это редкостные исключения. Наташенька, я понимаю, что тебе очень тяжело об этом рассказывать, и я призываю подписчиков не жить в прошлом. Да, да, пожалуйста, не живите в прошлом, живите в настоящем. Смотрите, какие у нас классные сейчас ребята в команде есть. И не зацикливайтесь на том, что было раньше. Да, приятно вспомнить, но пихать то, что было раньше, везде не надо. Продолжение следует...